Это Лайфа, мы продолжаем. Полковник МВД Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в коррупции, пообещал Лайфу лично ответить, как в его квартире, точнее даже квартире его сестры, оказались больше 100 миллионов долларов. Правда, только после освобождения. Откуда у вас с сестры такие деньги? Я выйду и ответил на чушку. Не торопитесь, пожалуйста, это все, молодой человек. Ушел, прикиньте внимания на чушку. Право часы, которые в суде вечно, и те люди, которые... Меня с СВС, даже вещи мои не забрали, понимая, что мне будет какой результат. Если, когда ведут СВС, суд же должен быть объективным, и хоть какие-то шансы, мой сокамерник, скажем так, он с вещами уехал в суд, а я, мне сказать, оставляю... Дмитрий Захарченко был в суде очень спокоен, и даже попросил Пресненский суд столицы отпустить его под домашний арест. По его словам, там установлено столько камер видеонаблюдения, что следить за ним смогут в режиме онлайн, словно в телешоу «Дом-2». Но судья оказался непреклонен. Захарченко отправили прямиком в сезон на два месяца. Между тем, защита уверяет, что полковник не имеет отношения к деньгам, найденным в квартире его сестры. Он не знал, он не осведомлен ни об источнике происхождения этих денег, ни о том, как они там оказались, ни о их судебе. Он действительно об этих деньгах не знает. И сейчас ассоциация его с этими деньгами, она придумана. Он действительно не имеет отношения. И мы, безусловно, хотели бы помочь следствию попробовать разобраться и установить тоже собственник этих денег. Сегодня появились также данные, что именно Дмитрий Захарченко способствовал бегству от следствия экс-главы Вымпелкома Михаила Слободина. Захарченко сообщил Слободину об оперативной разработке, и тот быстро вылетел во Францию. Ну а что касается миллионов долларов и евро, то это могли быть средства, выведенные из Нота банка. По данным обвинения, Захарченко предупредил руководство банка о предстоящих обысках и те смогли укрыть от следствия деньги и документы таким образом. У Лайфа уже есть фото денег, обнаруженных в рамках обыска по делу борца с коррупцией. Всего на квартире родственницы Дмитрия Захарченко изъяли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро. Денег было так много, что их выносили большими коробками из квартиры. Общая сумма в разных валютах 9 миллиардов рублей. Ну что же такое эти 9 миллиардов рублей обычному человеку и представить сложно такую сумму. Но попробуем разобраться на примерах. Вот Рязань. Крупный город с населением свыше полумиллиона человек. Рязань может жить на эти деньги 14 месяцев. На 9 миллиардов также можно запустить 5 ракет с космическими кораблями «Союз». Ну а сколько, думаете, можно построить на эти деньги новых детских садов? 45 мы уже посчитали. Также можно для самых тяжелых пациентов, онкобольных, этими деньгами оплатить 35 тысяч курсов лечения. Вообще для социальной сферы очень знаковая сумма. 9 миллиардов зарплата 200 тысяч врачей. Только представьте себе.